Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара ТВП Т5051. Ну и кратенько об этом танчике сейчас поговорим. Это Десяточка, это Десяточка средний танк, он у нас в принципе не хорош, не плох, а обсудим конкретно все о нем в бою. Сейчас поговорим исключительно о его пушечке, о достоинствах, о минусах поговорим опять-таки в самом замесе. Что касается достоинств, 4 снаряда в магазине, это очень хорошо. Полторы секунды вылета снарядов, это тоже, ну просто таки замечательно. 310 единиц альфы, тоже довольно неплохо, как для СТшки, ну и уж тем более на 4 снаряда. К чему говорю? Говорю к тому, что в принципе 4 снаряда, да по 310 альфы, давайте сократим до 300, умножим это на 4 снаряда и получается у нас с перезарядкой между снарядами в полторы секунды, выходит, что за 4,5 секунды, если я правильно умею считать, а вроде бы память пока не подводит, вы можете вынести сразу 1200 урона. Ну а минусом данной пушечки является безусловно время перезарядки всего магазина, практически 24 секунды. Урон в минуту 2670 единиц, это в принципе довольно неплохо. Время сведения обсудим сейчас непосредственно в бою, круг сведения, я имею ввиду разброс на 100 метров, тоже обсудим непосредственно находясь в самом замесе. Что касается углов вертикальной наводки, то вверх 20 очень хорошо, вниз 8, хотелось бы как обычно лучше, но в целом на этой машинке этих углов как правило хватает. Ну и единственное, что если вы не начинаете в бою останавливаться и соответственно пытаться отыграть от каких-нибудь холмов. На данный момент по техническим характеристикам я думаю можем завязывать. И сразу давайте закинемся в одну-две каточки в рандомчик, ну и посмотрим на что эта машинка способна, заодно обсудим некоторые мелкие подробности по ней. Итак, ребятки, пока мы закатываемся в бой, я имею пару секунд свободного времени, хочу попросить каждого из вас, подпишитесь пожалуйста на канал, вам подписка не стоит ровным счетом ничему. Мне же эта подписочка стоит развитие моего канала, это огромный вклад, огромная помощь со стороны каждого из вас. И я вам буду несказанно за это благодарен. Спасибо вам заранее за подписку. Итак, первое, что мы оценим, мы оценим подвижность. Данная машинка, ну я бы сказал, что очень бодренькая, как для СТшки, обалденно поворачивается вот так вот влево-вправо. Я очень люблю, когда машинки не тугие в этом поведении. Что же касается набора скорости, набирает скорость в принципе тоже довольно неплохо. То есть тормозом эту машинку безусловно не назовешь. Она довольно комфортная, она довольно удобная. Что же касается минусов по данной машинке. А минусы по данной машинке все-таки есть. И огромным минусом данной машинки является то, что брони у танка нет совсем. Вот нет и не на что рассчитывать. И даже рандомной брони у него нет нормальной. То есть в основном, как правило, все, что в него закидывается, в него, ну прям совсем с легкостью залетает. И это очень неприятно. Особенно это неприятно тогда, когда вы вывалили свой магазин. Вы не добрали противника и он начинает разбирать вас. А сделать вы с этим, ну ничего не можете. И становится, честно говоря, в такие моменты крайне грустно. Этого товарища-то мы точно заберем в ангар? Тут вопросов нет. И сразу пойдем на перезарядку всего магазина. Потому что в принципе без полного магазина отыгрывать на машинке крайне сложно. Перезаряжается магазинчик довольно долго. То есть вот сейчас мне есть необходимость выживать минимум там 15 секунд времени для того, чтобы что-то потом начинать делать. То, что я начну делать, это безусловно, понятно, заблаговременно выкидывать весь барабан в 4 снаряда вот в этого товарища, выцеливая его мягкие места. Ну и, соответственно, пытаясь убрать его в ангар, минуснуть ствол у команды противника. Но вот опять 22 секунды, которые я должен каким-то образом отжить. А отжить, честно говоря, получается немножко сложновато. Потому что танчик-то у нас не бронированный. И поскольку он не бронированный, и все знают, что у данного танчика долгая перезарядка, соответственно, все пытаются что сделать? Правильно, вынести нас в ангар. Я думаю, что единственное, кроме как сейчас либо встретить К-91, либо спастись бегством, других вариантов, ну, в принципе, не предусмотрено данной ситуацией боевой. Нас осталось трое, и вот осталось двое. Мы как-то 10 негритят, которых минусуют прям, ну, с завидной периодизацией. Я не знаю, честно говоря, на что рассчитывал К-91, выезжая на меня. Наверное, я рассчитывал на то, что у меня не весь магазин, или он успеет меня выбрать. Но, в принципе, с его уроном выбрать меня у него бы все равно не получилось. Я отхватываю бочину от ИСа-8, пытаюсь дальше куда-то сковылять. Честно говоря, кроме как бежать, бежать, бежать без оглядки, больше ничего не остается. Я думаю, что ТВПшка меня сейчас вынесет. Вот это вот очень редкий случай, когда рандомная броня дает рикошет. Ну, и на этом везение, в принципе, закончилось. Давайте сейчас посмотрим результаты боя, обсудим результаты боя, и закатимся еще в одну каточку. А потом уже будем, в принципе, приходить к какому-то общему знаменателю по поводу, что это за машинка, кому она нужна, ну, и, соответственно, вообще качать ее или не качать. 2200 единиц урона. Мы сделали 3 фрага. Мы ушли в минус. Ну, тут, в принципе, понятно. И мы находимся на первом месте по урону. Ребят, мы накосили 2200, заняли первое место по урону. Вот эти вот ребята не сделали ровным счетом практически ничего для боя. То есть, ну, уж простите меня, пожалуйста, но вот этот взвод вообще непонятно, чем занимался весь бой. Ну, а вот этот взвод, ну, еще что-то как-то где-то пытался. Первый взвод, да, окей, ёх, молодец. В принципе, это то, что касается результативности машинки. Результативность у нее есть. И если ваша команда будет вас поддерживать, вы, соответственно, будете нормально выдавать. Не обязательно будете выживать, но выдавать точно будете. Итак, закатываемся в следующую каточку. И сейчас попробуем, ну, поиграть немножечко как-то по-другому. Попытаемся как-то немножко посейвиться, не будем лезть на рожон. Хотя машинка сама, вот она постоянно подстегивает тебя к тому, чтобы лететь вперед и пытаться кого-то нагибать. А это для нее чревато. Как я уже говорил, брони у нас нет, ну, вообще. Итак, ребятки, пока мы катимся, пока мы сейчас будем пытаться кого-то увидеть, я, честно говоря, хочу поехать на линию ТТ, помочь ТТшкам, разобрать ТТ и попытаться проскочить в тыл. Я думаю, что эта идея, в принципе, неплохая. Если легкий танк не сольется, ПТшка поддержит, ну, а СТ перестанет тупить и все-таки куда-то поедет. Итак, ребят, что могу сказать по поводу выкачивания данного танка? В принципе, я бы не сказал, что ветка для выкачивания является какой-то там особо тяжелой. Она абсолютно не тяжелая. Просто сама десятка, она своенравная. У нее абсолютно какой-то свой уникальный характер, к которому необходимо привыкнуть. У нее есть свои плюсы, свои минусы. Безусловно, необходимо рассчитывать на ее достоинства. И в то же время, необходимо делать скидку на ее минусы. И уметь мириться с этими минусами. Пушечка у нее, ну, очень точная на дальних расстояниях. Безусловно, и нога где-то что-то как-то там летит не совсем ровно. Но в основном, да. Пушечка отыгрывает очень бодренько и очень хорошо. И мне, честно говоря, очень нравится на ней, допустим, куда-нибудь взорваться, кого-то закрутить и с барабана разобрать. Это очень приятное ощущение в бою. А вот неприятное ощущение в бою, это когда у тебя заканчиваются патроны, и тебя выносят. И тогда тебе становится грустно. Ну, и, честно говоря, начинаешь жалеть о том, что взял этот танчик и зашел на нем в бой. Ну, в общем, смешанные чувства абсолютно. В любом случае, кому я могу посоветовать эту машинку? Я бы посоветовал эту машинку выкачивать далеко не первой. Это связано с тем, что все-таки, как я уже сказал, она своеобразная. И требует определенного уровня, не то чтобы скилловости, а уровня владения конкретно средними танками и танчиками подвижными. Умение играть, умение использовать в бою эту подвижность. Если вы не умеете ее использовать, данная машинка вам абсолютно не подойдет. В свое время я на ней откатывал, ну, я бы, честно говоря, сказал бы гораздо хуже. Но в целом, в целом, данная машинка приносит, ну, крайне большое количество фана. Ну, вот, кроме вот таких вот ситуаций, когда вас поставили на гуслю, ремки не помогают, не успеваешь перекинуться, и, соответственно, тебя разбирают. Как я уже сказал, это и есть минус данной машинки. Итак, ребят, суммируя все вышеизложенное, я могу сказать следующее. Данная машинка, она в любом случае необходима в ангаре всем тем, у кого уже открыт Леопард, у кого открыта проджетка 65-я. И я бы сказал, что ТВП это такое что-то среднее. Между Леопардом, у которого обычная цикличная пушка, и между проджетой 65, у которой пушечка с барабаном, но с системой дозарядки. Вот таким товарищам данная машинка подойдет определенно. Если же вы еще не качали веточек СТ абсолютно никаких, я бы не советовал вам начинать именно с этой ветки и не советовал бы стремиться именно к этому танчику. Дело в том, что потом, когда вы откроете эту десятку, она не раскроется вам во всей своей красе и, соответственно, не сможет дать вам все те ощущения от игры, на которые вы будете рассчитывать, ну и, соответственно, которых вы будете от нее ожидать. Я эту СТшечку выкачал одной из последних. До этого у меня были открыты несколько веток СТ, и я как-то даже не ожидал от нее, что у меня прям, ну, будет сильно хорошо на ней получаться. У меня и до сих пор на ней, я бы не сказал, что очень хорошо получается, но в целом она меня удивила. Итак, ребятки, давайте посмотрим результаты боя. Мы накидали 3177 урона и сделали 2 фрага. Мы вышли опять в минус, но, в принципе, минус-то в 8000 серебра, по-моему, это не такая уж и большая сумма платы за получение удовольствия от того, как ты выкидываешь барабан в противника и отправляешь его нервно курить в ангаре. Мы заняли первое место в команде по урону. И, заметьте, с довольно большим отрывом. И вот она во всей красе ТВПшечка. Вот так вот она будет играться в ваших руках, но только после того, как вы ее выкачаете и прокатаете на ней хотя бы 20-30 боев для того, чтобы просто прочувствовать весь танк и, соответственно, прочувствовать и скорость перезарядки, и динамику, и научиться, честно говоря, на ней даже входить в повороты, потому что она настолько динамична, что иногда не вписываешься где-нибудь за угол какого-то дома, но и как баран его целуешь, а тебя в это время начинают разбирать. Вот такой вот он ТВП-Т50-51. Я все сказал. А вы принимайте решение, нужно ли вам выкачивать эту десятку. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, я вам буду очень благодарен за подписку. Удачки вам, ну и главное мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова